В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Казанец поджег мотоцикл, когда не смог уйти от инспекторов ГИБДД. Инцидент произошел на улице Декабристов. Местный житель не смог уйти от преследования патрульным автомобилем, а когда его остановили, поджег бензобак мотоцикла. Пылающий двухколесный транспорт сняли очевидцы. Водитель задержан. Как сообщают некоторые СМИ, подожженный байк мог быть угнан молодым человеком. Однако на момент подготовки сюжета подтверждения этой информации нет. Неадекватный казанец, задержанный после ДТП, стал бить ногами по лобовому стеклу патрульного автомобиля и издавать очень странные звуки. В итоге он его разбил, а инспекторам пришлось скрутить казанца. Под воздействием каких веществ находился водитель в тот момент, не сообщается. У молодежи в Казани вновь вошло в моду понятие зацепинг. На прошлой неделе мы уже рассказывали про подростков, которые, рискуя жизнью, ехали по городу, зацепившись за троллейбус. В этот раз казанские водители сняли на мобильный телефон ребят, которые точно таким же образом передвигаются по городу на трамвае. Что это? Просто баловство? Получение адреналина или банальная попытка сэкономить на проезде нам неизвестно. В Казани канализационные стоки стекают в подземную парковку. По словам автора следующего ролика, к автомобилям приходится добираться чуть ли не вплавь. В кадре улица Дзержинского, строение номер 5. По словам местных жителей, они обращались в соответствующие службы. Но на момент подготовки сюжета подобную картину они уже наблюдали 4 дня подряд. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8 900 321 77 22. С вами был Артем Захаров. До встречи!